Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 10 августа и давайте посмотрим, с чем она завершается текущая торговая неделя. Я напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ну и если у вас есть вопросы, то писать их в комментариях. Итак, пара евро-доллар вчера к концу торговой сессии смогла преодолеть минимальное значение 8 августа, что вернуло нас вновь в фазу нисходящего движения. Ну и к концу торговой сессии мы обновили также минимальное значение 6 августа, подтвердив настрой продолжения движения нисходящего. Сегодня с утра уже дошли до уровня 1.1433 и движемся по направлению на 1.13, из чего делаем вывод, что тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по движению мы с вами уже обозначили, это область 1.13. Ну, конечно, к концу сегодняшнего дня мы можем увидеть небольшую коррекцию, но в целом цель на следующую неделю обозначена. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальное значение, которые были зафиксированы 8 августа по цене 1.1630. По паре британский фунт и американский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это уход ниже отметки 1.2754. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальном значении вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 1.2912. Ну и далее тенденция нисходящая сохраняется. По паре американский доллар, канадский доллар продолжается движение восходящее. Сегодня мы обновили максимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Следующий цель рост это уход выше области 1.3120 и движение по направлению на 1.3140. Ближайший разворотный уровень на текущий момент пока остается на минимуме 7 августа, который был зафиксирован по цене 1.2961. Уже после обновления максимальной значения 8 августа мы сможем его скорректировать, переместив на минимум четверга. По паре американский доллар и японская иена сохраняются на текущий момент тенденции нисходящие. Напомню, что мы торгуемся также вблизи области поддержки, область минимальной значения июля. В свою очередь, пока мы торгуемся ниже уровня 111.17, тенденция нисходящая сохраняется. Если пара сможет пробить данный уровень, закрепиться выше него, то уже будем ожидать возобновления роста по данному активу. По паре австралийский доллар и американский доллар. Вчера к концу торговой сессии мы также пробиваем минимальные значения 8 августа, что нас приводит вновь в фазу нисходящего движения, то есть движения в сторону основного тренда. И сегодня с утра уже обновили минимальные значения. Следующие цели по снижению – это область 72.43, ближайший разворотный уровень, максимум четверга, который был зафиксирован по цене 74.52. По паре евро-фунт сегодня с утра мы смогли пробить минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, что нам говорит о начале коррекционного нисходящего движения по данному активу. И предполагаемые цели по снижению – это область 89.14 и 88.57. Возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 0.9030. По золоту сохраняется тенденция нисходящая. Так мы не смогли закрепиться выше области 1217-1216 долларов за тройскую унцию, но вместо этого обновили минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, что также подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу. Следующие цели по снижению – это область 1198. По нефтемарке Brent торгуемся мы вблизи области минимальных значений, которые были зафиксированы на отметке 71.44-71.40 долларов за баррель нефтемарки Brent. Но пока мы его не преодолели, говорить о более задержанном снижении в область 68.67 пока мы не можем. В рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая сохраняется. Если уходим ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 8 августа, то уже можем ожидать снижения в область 68.67 соответственно. По индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая также сохраняется. Цели роста – это область 12888. Ближайший разворотный уровень пока по-прежнему остается на минимальных значениях 6 августа, который был зафиксирован по цене 12534. Ну и биткоин сегодня фактически первый раз за несколько торговых сессий. Мы видим уже с утра торговлю выше максимума, которые были зафиксированы вчера по цене 6520 долларов за один биткоин. Если цена сможет закрепиться выше и удержаться выше уровня 6149 долларов за один биткоин, то с текущего уровня можем ожидать уже первой попытки на восстановление по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. С ним желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.